Здравствуйте, друзья! Это радио «Голос столицы 106FM» и первый автомобильный канал. Спасибо, что нас слушаете, что смотрите нас. И мы начинаем нашу автомобильную программу первой передачи. Меня зовут Александр Феченко. Со мной в студии мы соведущий Виталий Новак, замдиректор медиагруппы «Автоцентр». Добрый вечер всем! Добрый вечер! И сегодня, ну, как по мне, мне кажется, это такая вот интересная и очень сложная тема. Я являюсь фанатом автомобиля на водородных, на топливных элементах, но меня очень мало кто понимает. Я сегодня нашел себе, так скажем, даже не то чтобы поддержку, а именно однодумца. Я не понимаю, чего там фанатеть? Багажника нет, понимаете ли? Опасная. Мы сейчас все это обсудим. Давай представим нашего гостя сначала. Водородные автомобили, друзья. Сегодняшняя наша тема. Если вы что-то знаете о ней, конечно же, подключайтесь. А у нас в студии эксперт по этим вопросам. Александр Репкин, президент Энергетической ассоциации Украинские водородные. Украинская водородная рада. Эксперты в сфере альтернативной энергетики. Здравствуйте. Добрый день. Я думал, не сможешь прочитать. Там такой титул. Я водички попил, видишь, после. Перед этим. Оказывается, у нас есть в Украине вот эта вот самая водородная рада, да? Да, это организация, которую мы создали. Вот так вот. Уже второй ход функционирует. А есть ли хоть один автомобиль на водородке? В Украине. В Украине пока нет. Рада есть? Рада есть, автомобиля нет. Автомобиля нет. Ну, будет, да? Ну, обязательно. Ну, будет, ладно. Хорошо, мы сейчас постепенно, да, потихонечку к теме подойдем, потому что это достаточно сложно. Ты знаешь, я бы вообще начал эту тему с того, что такое водородные автомобили. Чем они заправляются? Как они функционируют? Мне кажется, нужно рассказать нашим радио-телезрителям, потому что, ну, не каждый понимает. Ну, водород. Взял водород, залил в автомобиль, или же водичку заливать в бензобак, или там не бензобак, а водородный бак, водобак. Я не знаю, как это все называется. Ну, это мы, наверное, Александра попросим в двух слова, да? Да, ну, конечно. Просто коротко, да. Вот так, как вы сказали, в двух словах. Ну, начнем с того, что это не классический двигатель внутреннего сгорания. То есть в водородном автомобиле ничего не сгорает. То есть это не так, что ты заправился газом, и дальше двигатель внутреннего сгорания превращает энергию в механическую, и дальше мы насчет этого едем. Это обыкновенный электромобиль, но только вместо аккумуляторных батарей функцию накопителя энергии выполняет водородная ячейка. И, соответственно, водород, проходя через топливную ячейку, превращается в воду и электроэнергию, которая в последующем позволяет приводить машину в движение. Вот сейчас очень важно было, да, я хочу, чтобы все все-таки заметили еще раз, водородный автомобиль — это электромобиль. Абсолютно верно. Мы, кстати, не раз здесь в студии говорили о будущем вообще в автомобильном, и большинство экспертов говорят, ах, электрокары, гибриды, электрокары, вот именно туда. Ну, понятно, что водородный автомобиль тоже в какой-то степени электрокар, но о водороде мало кто говорит. Они говорят, что это будущее планеты. А какая-то странная тенденция, ты знаешь, вот как по мне, вот по именно роду моей деятельности, действительно, вот где-то 2007-2008, вот когда только-только эти самые первые успешные были прототипы, потом запустили в серию уже вот этот хондо, Toyota, Clarence, ну, Mirai был позже, а вот именно тогда тогда. Очень писали много об этом. Нас возили туда в Японию, показывали вот эти вот все умные дома, где там водород сам в доме генерирует. И где они эти автомобили, их они есть. Они есть, они есть. Каждый год мы ездим. Но подождем, каждый год мы ездим на эти международные выставки автомобильные. Да, их показывают, но они как были, вот еще там несколько лет назад. В таком же состоянии не остались. Сейчас мы все об этом поговорим, там все куча фактов. Вот уже Александр хочет мешаться. Далее, я так хочу возразить, что просто ужас. Далее, далее было какое-то вот такое затишье небольшое. Мало об этом писали, вот до появления Mirai, там немножко, и тоже даже Mirai не сильно сдвинула эту тему. А вот сейчас, 2017-2018 год, опять вот как по мне, по информации, такой вот просто ренессанс темы, опять. Это в 2017 году даже, да, вот это создан какой-то уже международный альянс водорожный. Мировой водородный совет. Мировой водородный совет. Япония в нем главенствует. Да, 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 это же вот только-только можно сказать. И происходит это на Даосе, там где собираются все главы всех государств, которые высокотехнологически определяют стратегию. Даются сейчас уже такие вообще фантастические, как по мне, прогнозы на, там, допустим, 2050-й год 26% автомобилей на водороде должно быть. То есть сейчас вот как раз очень активно эта тема муссируется, поэтому и мы решили об этом тоже поговорить. И очень правильно. А теперь возражайте, да, Александру. Нет, на самом деле... Он наговорил такой, скептик. Это касается водородов, вот в чем его привлекательность. Это касается не только автомобилей, а в принципе технология применима в любой отрасли экономики любой страны. Но две страны уже приняли концепцию водородных экономик. Япония и Южная Корея. Соответственно, водородные автомобили и транспорт занимает... Это один из шести самых больших сегментов, где может использоваться водородная технология. Ну и вот примеры уже прозвучали. В 2019 году Toyota Mirai 15 тысяч экземпляров будет выпущено. Уже серийное производство. Ну о чем мы можем говорить? Говорят, что эти машины очень опасны. Вот это вот точно фигня. Но это правда. Вот это вот самая большая... Это может быть и миф, но по крайней мере если зайти в интернет, почитать, говорят, это же водородная бомба. Если вдруг авария, если въедут там в багажник, взрыв, квартал весь снесет, там город погибнет. Не, на самом деле есть гораздо более серьезные возражения против автомобилей на водороде, но это точно не эксплуатация, поскольку даже когда развивались первые вот эти уже прототипы, которые действительно были ходовые, они уже были безопасны. Хотя тогда я помню, что мы как раз еще вот это швейцы на тестах, когда эту Хонду между тестами ее убрали в гараж, и там что-то проверяли, смотрели, как она себя ведет там, да, и ее подняли на подъемнике, и кто-то из наших журналистов в этот момент там решил ее сфоткать. Ну, короче, отобрали камеру, разбили лицо. Ну, шучу, конечно, но реально там была такая паника, что мы там что-то снимем. Очень было все секретно. Даже сегодня, кстати, есть же вот этот Шевроле, как он называется, ой, боюсь, ПК Большой Сильврада, по-моему, водородный, который стоит на вооружении, вернее, не на вооружении, он тестируется в войсках Соединенных Штатов Америки, и про него тоже информацию найти просто невозможно. Он весь полностью сквеченный, хотя уже говорят, что он наездил там около 5 миллионов миль. Вот именно на испытаниях. Ну, кроме этого, в военной риторику и туда, в военной технологии водород тоже получил огромнейшее распространение. Вот, вот, да, когда вот есть прямое подтверждение. Ну, давайте мы о Мирном, давайте мы о нашей программе. Так вот, вот к чему я, да. А после этого еще фактически был совершен переворот уже вот именно в построении водородных автомобилей, и вот эти топливные, условно назовем их водородные баки, которые есть сегодня, они уже вообще по другой технологии построены, там уже никакого металла нету, они не водородизируются, да, есть такое слово. Абсолютно верно, да, как любой металл, вступая в реакцию с водородом. Совершенно верно, да. А созданы из этого пластика, который вообще не представляет никакой угрозы, углепластик, да, 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 и все отлично. Никакой опасности там нет. Эту машину можно с вертолета бросать, ничего там не взорвется. Так что это вот самый такой, самый распространенный мир, миф. И он не имеет никаких оснований абсолютно. Вот такую тирану буду. Да. Заправляются эти машины, получается... Водородом. Ну, водородом, не водой. Не. То есть это тоже один из мифов, говорят, что водородный автомобиль, это подъехал, водички налил какой-то газировки. Не, не, не. И потом... Вот это самое главное, вот, Александр, вот это самое главное и есть проблема, да? Где, собственно, взять этот водород для автомобиля? Да, это мы говорим о создании целой инфраструктуры. Это вот, говоря о проблеме, почему у нас не появляются водородные автомобили, ну, тут это схоже, что первое, яйцо или курица. То есть что должно быть построено первым? Водородный автомобиль или водородная заправка? И каждый... А, нет, дальше смотрите, Александр, дальше. Если мы говорим про электрозаправку, вот есть у нас электрический автомобиль, есть электрозаправка. Да. Где на нее взять электричество? Да, у нас электростанции. Где взять водород для водородной заправки? Где? А где? Ну, точно так же на водородную заправку. А водородная заправка, его же надо... Они автономные, господа. Я понимаю, да. Смотрите. Это же огромные деньги для того, чтобы создать установку после производства водорода. Ну, ладно. Первые водородные заправки стоили миллионы долларов, но сейчас уже там 200-300 тысяч долларов. Ну, электрозаправка стоит же же на порядок дешевле. Послушайте, ну, все зависит от того, кто и сколько машин одновременно может заправиться на электрозарядке, как она выглядит. И если мы все точно так же подъедем и станем на зарядку, откуда возьмется электроэнергия? Согласен. А с другой стороны, современная водородная заправка, сколько машин может обслужить в день? Ну, в зависимости от размеров. Но средний бак автомобиля водородной машины, он вмещает в себя 4 килограмма водорода. 4-5, скажем. И этого хватает? Этого хватает на 650 километров. 4 килограммчика водородами, пожалуйста. Да. А взвестие? Да, ну и заправка те же самые 3-4 минуты, точно так же, как тебе обыкновенно залить дизель. А стоимость этих 4 килограммов? Если гипотетически представить, что... А я к чему-то и вел. У нас вот здесь на Подоле стоит заправка такая. Сколько мне будет стоить? Для Украины вот мы как раз таки сейчас занимаемся всеми этими вопросами. Концепцией водорода, дорожной картой и созданием экономической модели. То есть что нужно сделать для того, чтобы эта идея взлетела и получила какое-то развитие в нашей стране. Вот я так и знал, что в первой части мы так и не узнаем, сколько будет стоить килограмм водорода. Мы делаем паузу. Это самое интересное. Где ведь? Подождите, подождите. В следующей части программы обязательно скажут. Как говорится, не переключайтесь. Не переключайтесь. Игорь говорит, есть один Кулібин в Киеве. Я с ним в троллейбусе ехал. Казал, что у него есть такой автомобиль. Он из бывших ученых. Водородный, да? Водородный. Ну, а почему нет, в принципе? Вы еще знаете про это? Нет, к сожалению, об украинских разработках именно водородного автомобиля я не знаю. Хотя мы очень плотно сейчас работаем из Национальной Академии Науки, с Институтом Возобновляемой Энергетики. Да, технология есть. Она очень давно известна, но касаемо энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорт пока именно как энергоноситель для автомобиля и перекочевания этой технологии в автомобиль в Украине, к сожалению, нет. Все, что я знаю, это Волга на дровах. Из Киеви. Да, да, да. Видел, видел, оно так чудит. Да, 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 да. Да, что ж, стоимость водорода. Я уверен, что после вот первой части многие вот сидят уже, сделали покром, сейчас остановились, не выходят из своих автомобилей. Столько же стоит этот килограммчик водорода, которого хватит приблизительно на 200 километров проехать? В Германии лично сам заправлял автомобиль водородом. Стоит это килограмм 9 евро. То есть, грубо говоря, полный бак, это стоит у тебя 30 евро, и 30 евро это 650 километров. Ну, смотрите, на сегодняшний день получается, что стоимость водорода на европейских заправках, она практически аналогична стоимости бензина. Да? Приблизительно, да. То есть, примерно то же самое получается. Если мы сейчас вот абстрагируемся от килограммов, вот там цены, там, за литр, а просто о пробеге, да, то мы, получается, да, на 600 километров получаем, ой, на 500 даже, да? Не, 650. На 650 километров платим 30 евро. Ну, то есть, это то же самое, что заправится бензином. Чуть-чуть дешевле, по сути. Ну, по сути, да. Смотря какой автомобиль. Если вот Виталий Новых поеден на своем, вот у него... У меня будет выгоднее, чем на водороде. Вот, тем более. А если еще на газу поехать, то вообще... Да, да, да. Вот. Так что пока не совсем понятно. И вот сказать, чтобы есть предпосылки к резкому удешевлению водородного топлива, ну, нет же, да? То есть... Есть. Вот. Точно так же. Ну, вот смотрите, мы идем по тому же пути, по которому мы шли, и в традиционной возобновляемой энергетике. Ну, что я имею в виду? Это еще на заре развития украинской отрасли. У нас солнечная панель стоила полтора евро за ватт. Сейчас она стоит 25 евроцентов. То есть, если только экономическая целесообразность у тематики получает мировой тренд, то туда устремляются огромные инвестиции. Огромные инвестиции с катастрофической скоростью толкают вперед технологию. Я уверен в том, что мы уже в ближайшем обозримом будущем увидим как минимум двукратное уменьшение цены на производство водорода. Ну, Александр, это так... Это 2025 год. Это вот сейчас прозвучало так же. Потому, собственно, да, и мы не видим массовости пока что. Как мне рассказывали сколько лет, что нету аккумуляторов для электромобилей хороших, которые позволяют ездить там 600-700 километров, потому что никто сильно не вкладывается в отрасль, нету технических разработок, нет миллионных инвестиций, а как только они появятся, сразу возникнут аккумуляторы, которые будут позволять ездить без дозарядки по 800 километров. Вот, сейчас все есть. Тесла, вот есть куча электромобилей у всех производителей, а аккумуляторов так и нету. Слушайте, ну, вот что касаемо водорода, я глубоко убежден, что каждой идее нужно свое время. Вот я уверен в том, что сейчас мы где-то в той находимся ситуации, когда паровозы были очень взволнованы, когда появился двигатель внутреннего сгорания. И вот сейчас двигатель внутреннего сгорания очень волнуется, потому что есть водородный. Согласен. Но вообще, по мнению разных экспертов, водородное топливо на сегодняшний день, если представить, что оно массово востребовано, и уже много автомобилей, и даже за счет его массовости производства обещают снизить цену где-то вдвое, если я не ошибаюсь. Да, да, да. То есть это мы говорим не о технологии производства именно, а именно вот за счет просто массовости. И в таком случае уже, как бы, получается гораздо выгоднее, чем двигатель внутреннего сгорания. Но все равно не выгоднее, чем электромобиль. И тут возникает второй вопрос. Если мы говорим о том, что водородный автомобиль нам интереснее с точки зрения, а, цены, да, ну, по сравнению с ДВСом, понятно. По сравнению с электро, не совсем понятно, потому что получается, что для того, чтобы произвести водород, нам надо потратить энное количество электроэнергии. Правильно? Абсолютно верно. И потом, получается, чтобы его, как бы, восполнить, и нам надо уже платить двойную цену. Мы потратили на электроэнергию, на хранение, на вот создание всей инфраструктуры. И, то есть, как бы, выгода теряется совершенно. Это как, на ваш взгляд? Нет, ну, я не согласен в том, что выгода теряется. Во-первых... А я сейчас... Даже это не мое мнение. Мне вот это... Это один... Вот то, что Саша говорит, что большие мифы насчет того, что это взрывоопасно. А это второй как раз аргумент, что это очень дорого на самом деле. Нет. Смотрите, ну, опять-таки же, мы... Какие цели между собой ставим? Вот Чернобыль, это дорого или дешево вот нам обошелся? И до сих пор продолжает обходиться. А вот плохой сейчас аналог. Тут Саша говорит, что машины взрываются. Секундочку. Секундочку. А вот я к тому, что... Что мы с чем сравниваем? Мы сравниваем технологию, которая может на века загрязнить нашу территорию, на которой в нашей стране. Или мы сравниваем с технологией, которая называется Zero Emission, которая абсолютно безвредна для окружающей среды. Это раз. А второе, ну, это все-таки реальнейший миф. Назвали водородная бомба только потому, что, ну, так было просто объяснить обывателю. На самом деле, никто же не говорит о том, что там водорода и близко нет. Там есть его изотоп. И это все связано совершенно с другим порядком химических элементов. Но просто так укоренилось. Опять люди спрашивают, смотри, водород – побочный продукт атомной энергетики. Разве нет? Нет, конечно. Нет. Вопросы из интернета. Водород, друзья, водород – самый распространенный элемент химической во Вселенной. Какие атомные взрывы вообще? Чего вы говорите? Это вот просто вот его из воздуха бери, только надо правильную установку, чтобы его извлечь оттуда, скажем так. Но и все-таки я вернусь к своему вопросу. Получается, что по цене, да, окей, выигрывает у ДВС и по, скажем так, по чистоте эксплуатации выигрывает. Но при этом не выигрывает у электромобиля же. А я вам абсолютно выигрывает. Вот мы, если мы говорим по вопросу, откуда берется эта электроэнергия, то мы уже видим тенденцию в мире. И возобновляемая энергия, полученная там солнечная или ветровая, в некоторых периодах и в странах стоит ничего. То есть у нас уже есть такие примеры, когда страна ничего не платит за произведенную тобой электроэнергию. И вот здесь включается водородная технология, которая на себя может принять всю эту электроэнергию, которая фактически не стоит ничего в тех или иных балансах. И дальше она аккумулируется в виде водорода. Водород выступает универсальным энергоносителем. И в какую из отраслей он пойдет дальше... Возможность хранить, да, эту электроэнергию? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И в какую из отраслей он пойдет дальше, это уже определяется политикой государства. Но я уверен в том, что, ну как, если у тебя энергия не стоит ничего, сколько же стоит продукт, произведенный из стоимости нулевой? Вот и ответ. А еще такой нюанс интересен. Правда ли, что водородный автомобиль... Окей, мы берем, что... Вот вы уже сами произнесли эту сакральную фразу Zero Emission. Электрический автомобиль не загрязняет атмосферу, а водородный еще и работает как фильтр, который очищает. Если там какое-то количество автомобилей, там, 300... Я же не помню, цифры давно уже было. Там, 300-400 машин в городе работают как целый сквер из деревьев. Ну, абсолютно верно, потому что какой процесс происходит в водородном автомобиле? Для того, чтобы получилась электроэнергия, водород должен окислиться. Окислителем водорода является кислород. И, соответственно, он берет из атмосферного воздуха этот химический элемент, водород соединяется с кислородом. И что у нас получается? Х2О, вода. И поэтому, ну, мои коллеги из водородной Европы всегда смеются в том, что перед тем, как ты едешь домой, не забудь нажать PP-button. То есть в каждой водородной машине есть такая кнопочка, которая позволяет избавиться от излишнего... от воды, накопленной в результате езды. У нас все дороги будут мокрые, что ли? Ну, это, скажем так, с другой стороны, ну, следует отметить, что водород, он не перерождается ни в какое химическое другое соединение. То есть в основном сейчас водород получается из воды. Мы взяли воду, разложили ее на водород кислород, водород использовали, в последующем заправили в автомобиль, он в автомобиле превратился в воду, которая тут же на этой же территории и назад возобновилась. Как быстро реагируют наши слушатели? Водородные автомобили съедят весь наш воздух. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Точно так же, как и не выпьют всю нашу воду. Да, и не выпьют всю воду. Кстати, вот интересно, в продолжении вот этого разговора, на Ютубе есть ролики, ребята, я не знаю, не помню где, но интересный ролик, посмотрите. Вот просто в автомобиле из Миракии. Да, из Миракии. Это делать можно, но я думаю, что это затея абсолютно бестолковая. Нет, нет, это понятно. Потому что это чистейшая дистиллированная вода, которая не содержит в себе ни молекулы какой-то примеси. Это чисто дистиллят. Но это абсолютно безвредное вещество, которое, как бы, ну, это чистое физическое соединение H2O. Там можно в радиатор заливать. Можно, да, легко. Кстати, только в ДВС. Что у нас тут пишут? Есть некоторые СМС-сообщения, которые люди нам присылают. Водород можно вырабатывать на заправках в необходимой количестве, не зберегающей в великих количествах энергию, выкороствовать вид солнца та витру. Стоит сотково. Ну вот мы тут, да, я немножко поясню. Мы немножко вот сейчас в перерыве с Александром поговорили, потому что я, честно говоря, до сих пор был уверен, что большинство заправок, которые сегодня действуют в Европе, они ездят, все-таки уже автомобили на водороде ездят, заправляются. И большинство заправок, я думал, что до сих пор делают водород методом разложения метана, да, то есть из газа. Газификация метана. Газификация метана, да. Это так называемая технология. А вот Александр меня уже поправил и говорит, что нет, мои данные устарели. Гидролиз. Да. Это гидролиз. Электролиз. Электролиз воды. Да, это электролиз воды, то есть на заправке это электроэнергия и вода. И все. Абсолютно верно. Более того, вот такой проект, ты совершенно, ну вот мы с вами дискутируем, ну сложно представить это все. Но в октябре прошлого года вот компания Фрониус, это мировой бренд, австрийцы, они, кстати, представлены и у нас на Украине. Сегодня большая часть проектов возобновляемой энергетики сделана с использованием их оборудования. Вот они представили водородную заправку, которая полностью автономно имеет солнечную крышу, имеет свою систему хранения, фильтрации воды и это же и является водородной заправкой. Вот это вот меня что поразило в Японии, но я, честно говоря, уже не помню, какой это год был недавно, ну где-то 2014, может, 15-й. Вот как раз эти вот автономные системы, умные дома, которые вот включена как раз вот эта водородная установка, работающая все в едином комплексе, это чудо просто. Водород — это электроэнергия и тепло. Совершенно верно, да. То есть дом полностью отапливается, там все механизмы, вот умный дом, система, все работает автономно, и при этом, если ты еще автомобиль зарядил водородом, поехал куда-то, приехал, у тебя остались запасы в автомобиле, электроэнергия, они используются для дома, чтобы не тратить. Ну то есть это вообще чудо, правда, ты на это смотришь, и это полностью автономная система, которая работает сама на себя, и у тебя автомобиль заправляется здесь же в доме, то есть, ну, в общем-то здорово. Но есть нюанс, все равно, допустим, вот, совсем недавно, ну ладно, давайте, я не помню, Саша, не помню Toyota Mirai, сколько стоит сейчас в Европе где-то 30? Да, около 35 или 36 тысяч долларов. Это самое, да, 35 и до 50, по-моему, да. Hyundai Nexo, который показали, вот совсем-совсем недавно новый, да, у него там цена тоже что-то за 50 далеко, если я не ошибаюсь, там ближе к 80. То есть, ну, на самом деле, автомобили водородные, они очень дорогие, даже по сравнению с нынешними электромобилями. Это все вроде как бы объясняется тем, что в водородной установке в автомобиле используется очень много драгоценных металлов. Так ли это? Да. Можно как-то это обойти? Основной элемент, это топливная ячейка, это мембрана, которая фактически выполняет функцию химического, в процессе, она сделана из золота или из платины. Но, скорее всего, большей частью, чем выше коэффициент полезного действия топливной ячейки, соответственно, чем дороже она получается, да, и тем дороже используются материалы для того, чтобы сделать. А с этим? Оставил автомобиль под окном где-то на улице? Да, пришел утром, у тебя уже бензобака нет. Сейчас машины его гоняют. Так не бензобак, а топливные ячейки. На самом деле, это, наверное, точно так же, как сдирать золото с куполов. Вы недооцениваете. Раньше, да, воровали машины на разборку, а это будет на переплавку. Нет, ну, это так говорится, на самом деле, там же же идут не килограммы, а в топливной ячейке этот элемент, он использован, ну, очень дозированно. Единственное, да, его присутствие. Там идут напыления на микроны и на граммы, но по факту. Да, по факту он есть. Дорогие баки из углепластика, вот эти напыления из драгоценных металлов. Смотрите, я еще раз, вот знаете, я вам пример вот приведу. Я 8 лет езжу по Европе по всем выставкам, которые касаются возобновляемой энергетики и все, что связано с оборудованием и тенденциями по климатическим законам, которые Европа приняла. И весь мир по поводу этого говорит, как снизить нам температуру на 2 градуса хотя бы. Так вот, в Ганновере я был крайний раз 3 года назад. И когда мы туда приехали, мне говорили тоже, да, вот водородная выставка, там было 2 заправки и тоска зеленая. Ну, то есть я увидел всего лишь 2 заправки. Я для себя эту ганноверскую выставку, ну, я просто вычеркнул из своего расписания. Господа, я в этом году был. За 3 года они сделали индустрию. То есть я целый день ходил и я не обошел. Мы уже имеем возможность видеть электролизеры промышленные от 10 киловатт и до 100 мегаватт. Мы имеем возможность видеть, какое количество средств для транспортировки и в какой способ это все. Мы видим в том, что баллоны для транспортировки водорода уже испытываются на полторы тысячи атмосфер. Это какое давление и как быстро это все продвигается. Фактически, ну, это, знаете, за 3 года они действительно создали целую индустрию. Инвестиции в эту отрасль огромные. Я уверен, это будет серьезнейший толчок для развития. Так, послушайте, мы тут начинаем робко заикаться. Может, нам свой электромобиль придумать? Так, это, получается, уже прошлый век. Абсолютно верно. Сразу к водороду переходить? Тогда, может, мы как-то раз и успеем догнать? Я думаю, что... Ученые есть, уже работают. Да, кстати, к сведению. 36 проектов на прошлой неделе проголосовали мы, я как член Совета по водороду в Национальной Академии Наук. Отобрали, профинансировали. 8 институтов привлекли. Возобновляем технологии, которые были. И для того, чтобы их реанимировать, вот 37 проектов будут финансироваться, и к концу этого года уже будут какие-то конкретные результаты. Это то, что касаемо водородных технологий. И я вот думаю, что вот этот процесс не остановить. И в чем преимущество водорода? Но электромобиль, к сожалению, не может зарядиться за 3 минуты на такой объем. Поэтому хотел сказать, что... Это значит, либо вам надо решать вопрос, что делать с тем, что срок службы катастрофически будет уменьшаться. Ну, электромобиль не дает свободы. Абсолютно верно. Это самое главное. Абсолютно верно. А это то же самое при развитой инфраструктуре. Кстати, в Европе уже начала действовать программа, называется Hydrogen Route. И они все основные транспортные магистрали оборудуют водородными заправками, видя потенциал водорода, в первую очередь, в грузотранспортных перевозках. А можно ли... Вот еду я, допустим, куда-то в Запорожье, взял с собой канистрочку водородную? Нет-нет-нет, к сожалению, так нельзя. Нельзя. Опять же, ограничение свободы. Да какое ограничение свободы? У тебя пробег... Ну, сейчас вот эти грузовики, которые уже ездят подродные, у них там пробег тоже. Тысяча миль. Начинается от тысячи миль. Я первый такой грузовик видел в Канаде. А в Канаде самая большая проблема – это расстояние между населенными пунктами. Когда ты выезжаешь на шоссе, а тебе навигатор говорит, а теперь через 770 километров поверните налево. То есть ты вот едешь, едешь. И я удивился, почему у большинства машин, пикапов, которые едут на север, у них всегда есть дополнительный ряд из канистр с топливом. Да-да-да, сзади вот это. Да, это просто не в том, что ты запасаешься. Тебе негде заправиться. То есть есть такие расстояния там, где люди не живут и там, где нет инфраструктуры. Только за этот... Ну вот берем, опять-таки же, но я восхищаюсь экономикой Германии. У них уже существует 65 водородных заправок. И за этот год концепция плюс еще 65. Вот наши радиослушатели говорят, что в Японии 200. Это правда? В Японии 200 было на 2018 год, уже будет 400. Потому что японское правительство огласило в том, что 2020 в Японии ни одного общественного транспорта в Токио на Олимпиаду 2020 не будет на двигателе внутреннего сгорания. А вот продает человек, вот и говорит, пожалуйста, 75 тысяч, и ветроводородный генератор, 10 кубов в сутки, получается, делает. Вот фотография. Выглядит не очень, скажем так. Но 75 тысяч, пожалуйста, покупайте. Можно брать. И да. Хочешь, я сейчас договорюсь. Пока рано, я еще машину себе не приобрел на водороде, хотя это да, это я с удовольствием. Мне кажется, что это было бы гораздо удобнее, чем современные электромобили. А вот, кстати, Владимир, другой наш радиослушатель, говорит, что в Украине стоимость зеленой солнечной энергии до 2030 года в 4 раза дороже атомной. Ну, опять-таки же, вы знаете, вот вопрос тарифов и стоимости электроэнергии, ну, он достаточно всеобъемлющий и глубокий, и вот так нельзя сравнивать. Потому что, ну, мы говорим об стоимости атомной электроэнергии, но никто не говорит о том, какое количество денег было вложено в создание атомных станций, и сколько еще нам надо будет вложить, когда через 10 лет нам надо будет их закрывать. И что мы тогда будем сравнивать, какую цифру? С какой? То есть с тарифом атомной или с солнечной? Ну, это мы ТВЛ покупать нужно в России, потому что у нас нет таких штук. Я считаю, что это совершенно некорректное сравнение. С другой стороны, я вижу, ну, то, куда двигается все мировое сообщество. Ну, когда-то мы в Европе, я не знаю, вот у нас это было или нет, ну, полили жир китов для того, чтобы освещать улицы. Ну, такое тоже когда-то, такая-то технология была. Где сейчас автомобиль, который работает на жире китов? Бедные киты. Нет, бедные киты, да. Дема реально. Вот тут бедные киты, их и так все истребляют. Но я хочу сказать, что, вы знаете, иногда от нас умышленно заинтересованные лобби скрывают те технологии, которые, ну, общедоступны, которые, ну, экономически целесообразны, и которые позволяют... Они прорываются, и я не могу молчать, у нас мало времени осталось, но я все-таки хочу сказать. Смотрите, вот сейчас уже по Европе ездят вот эти вот поезда водородные, которые называются Альстом, или Альстом, там по-разному проявляется. Это компания, которая производит. Да, которая их производит. Так вот, к 2021 году количество таких поездов в Германии должно уже составить 14, и этот проект стоимостью 80 миллионов евро. Эти все поезда свяжут все земли Германии. Дальше. То, что мы вот уже говорили про грузовики, которые там 1200 миль, но пока это еще проект, он находится сейчас уже как бы... Не, они катаются уже. Ну, он в этапе испытаний. Вот. А грузовики, которые сегодня уже представлены Hyundai, и которые уже действительно, ну, полностью абсолютно рабочие варианты, это до 18 тонн, 34 тонны с прицепом, и запас хода 400 километров, они уже колесят по Европе вовсю. Это как бы нормальный вид транспорта, который принят уже на вооружение компания H2 Energy. Так что, на самом деле, эти технологии, они уже работают, они уже по всей Европе применяются. В Штатах, ну, уже мы даже не говорим сейчас о Южной Корее и Toyota, где в Южной Корее, по-моему, даже на этот год только инвестиции именно в водородную отрасль, там что-то под 2 миллиарда долларов. То есть там огромные, огромные суммы, да. Так вот, по мнению известной компании McKinsey & Company, это такая, типа, как ее называть, ну, консалтинговая, и они часто делают прогнозы. Авторитетная. Авторитетная очень, да, компания. Так вот, они утверждают, что к 2050 году объем инвестиций в водородные технологии составит 2,5 триллиона долларов. Это будет 26% всего транспорта на Земле. Абсолютно верно. А 2050 год, вот он, это же рядом совсем. Вообще слабо верится. Это знаешь, как вот, опять же, мы вспоминаем тот случай, поездку на Бош-конференцию по электромобилям. Да. Там тоже были уверены абсолютно, что к какому-то энному году у нас будет энное количество электромобилей в мире. Потом они вышли, немцы вышли, развели руками, говорят, ну, сори, мы ошиблись. Я думаю, что в этом это будет не с этой технологией, потому что... Вы оптимист просто. Саша, а у тебя есть опыт вообще вождения автомобиля на водородном двигателе? Нет. Ну, человек, а у меня есть. Я садился в такую машину, я открывал багажник. Багажника там, кстати, на минуточку нету. Это вам так показалось. Подродная бомба. Слушайте, она... Да нет, на чем это-то ездил? На чем это? Какой автомобиль? А ты Мирай. Да, есть там багажник. Да вы побойтесь бога. Там коробка здоровенная стоит в багажнике. Может, чьи-то багаж там был? То, наверное, то было с рекламным продукцией, мы его увидели. Нет, на самом деле, багажник абсолютно просторный. Вы в него можете положить все то же, что вы можете положить в багажник обыкновенного автомобиля. Но я хочу сказать, что все противники этой технологии... Вы мне сейчас тоже в нее записываете. Абсолютно. Но я же вижу, все сторонники... Давайте так, хорошо, не противники, а сторонники водородных бомб. Я думаю, что настало время попробовать. Эта технология реально доступна. И я думаю в том, что объединяя в себе и общественную, и бизнесовую часть, я именно говорю сейчас как бизнесмен, я на себя взял обязательство в том, что к концу этого года в Украину ввести первый водородный автомобиль для того, чтобы он уже был доступен прийти, посмотреть и дотронуться до этой технологии. Дадите на тест. И уже должна быть какая-то заправочка, хотя бы маленькая, чтобы его заправлять. Абсолютно верно, это будет комплексное решение, но так это будет абсолютно бестолково. То есть на одной заправке доехать и возить на лафете, показывать. Нет, нет, но это можно сделать там в каких-то условиях, скажем так, частных. А это именно уже проект? Заправки-заправки, но в любом случае тот человек, который купит такую машину, может в себя поставить генератор и вырабатывать этот водород, заливать и ездить 650 километров. Дорого. Это в частном порядке это дорого. Вот 75 тысяч купил в генераторе. Смотрите, вы же не учитывайте в том, что заправка идет под давлением 750 атмосфер. То есть вам надо как-то сделать эти 750 атмосфер. Для того, чтобы их сделать, ну, к сожалению, в домашних условиях такое оборудование. Компрессором не обойтись. Тут можно как-то, да, еще выработать водород, а потом как его туда. Но я вернусь к той идее, в том, что мы обязательно это сделаем в этом году, мы обязательно это анонсируем. И я уверен, опять-таки же, апеллируя к вам, у всех сторонников водородной бомбы, будет возможность заглянуть, посмотреть и убедиться в том, что это совсем не так. Поверьте, я считаю Японию, ну, одной из умнейших наций, которая живет на нашей планете. И выпуская в серийное производство такую технологию, почему сейчас сложно купить? Потому что они ориентированы все на внутренний рынок. То есть они все самое передовое, они сначала делают для себя, а потом выпускают свет. И вот такая концепция, ну, мне кажется, она имеет место на жизнь, и на самом деле она выигрышна. Когда мы это поймем, ну, мы, наверное, тоже станем в ряды высокотехнологических развитых государств. Не, на самом деле, я думаю, что на такие автомобили мог бы быть спрос, потому что на 35 тысяч американских долларов, это не та огромная цифра, но по 90, по 100 платят за эти Теслы. Сцены мне надо посмотреть, я, честно говоря, сейчас не смотрел. И часть людей, которые покупают тоже электромобили, они же покупают не за то, что это практично, это просто модно. Это философия, нет, это философия. Ну, да, но... Смотрите. Большая часть, это модно. Вот я такой, вот у меня электромобили, у меня Тесла. Нет, ну, там это побольше, потому что тот же Hyundai Nexa, по-моему, он стоит сейчас что-то около 80 тысяч. Да, где-то так. Да, то есть это не дешево. 80-то многовато. Да, да, да. А то, что делает там Mercedes и BMW, Audi, Audi, H-strom, да, но эти машины уже за соточку так вот, не меньше, это так. Ну, они цены не озвучены, но однозначно это точно будет не меньше. Но это, опять же, дело все времени, поскольку и первые автомобили, если мы, ты даже про ту же Теслу сейчас говорите, то первые были все равно по 120 тысяч. По 120, а Тесла 3, он уже даром раздает, видишь? Mitsubishi Mio, по-моему, стоил 50 тысяч. А Mio, который заехал в Украину, первый стоил 80 тысяч, по-моему. Да, вот эта маленькая штучка, да, да. Ужас, который проезжает с 80 километров. Который покупали как этот, как гольфкар для богатых. Вот, так что все-таки я думаю, что перспективы есть. У меня остался последний вопрос, может быть, даже для Александра. Как вы считаете, все-таки водородные, вот вы как приверженец водородных технологий, водородные автомобили со временем убьют электромобили, вытеснят? Или это все-таки две эволюционные ветви, которые будут развиваться параллельно? Я думаю, это две эволюционные ветви, развивающиеся параллельно. Это точно так же, как Apple и Android. Вот сейчас половина людей на Nissan Leaf с пробегом, остатком пробега 50 километров, фух, сделают. Слава богу, да. Все, мы будем ездить дальше. Да, я оптимист в том, что любая технология, которая позволяет сохранить нашу планету и подумать о том, каким будет наше будущее, каким воздухом мы будем дышать и на какой планете мы будем жить, я думаю, она однозначно будет развиваться. Ну а дальше, это очень здорово, когда у нас есть возможность выбора. И мы можем себе выбирать, хочу ли я ездить на электромобиле, заправляя его от солнечных панелей, которые стоят у меня на крыше. Либо я хочу ездить на водородной машине, которая заправляет водород мне, сгенерированный промышленными объемами ветряков. Либо я хочу заправить автомобиль дизелем, дать копаки всем. И это тоже. Потому что, когда я спросил у... Поеду куда угодно. Когда я спросил у на заводе Астон Мартин, когда же появятся первые электромобили Астон Мартин, он говорит, помилуйте, Астон Мартин покупают из-за звука. Я их понимаю. Имитацию звука. Сейчас это модно. Это... Там все больше и больше автомобилей, кстати, делают имитацию звука. То есть из наушников, из музыкальной системы. Из динамиков. Сейчас модно, нормально. Что-то синтетического мяса дадим, как в Китай. Лучше, господа, все природное. Все природное, все натуральное. Зато можно менять. Нажал на кнопочку, там, V6, V8, V12. Но апеллирую опять-таки же к вам. Я думаю, что мы сделаем максимум усилий, чтобы тот, кто ездит на водородном автомобиле, был точно так же свободен, если не больше, чем обыкновенные ДВС. Спасибо, ждем. Конечно же, эти автомобили к нам на тесты. В нашей автомобильной программе. Ну все, Александр пообещал, будем ждать. Александр Репкин в нашем эфире. Александр Фетченко, Виталий Новак. Это программа первой передачи на Ради Голос столицы и на Первом автомобильном канале. Спасибо, что смотрели нас. Спасибо, что слушали. И были, как всегда, активны. В этот автомобильный час. Всего доброго, до новых встреч. Услышимся, увидимся ровно через одну неделю. Пока.